Продолжение следует... Почему были выбраны списки? Дело в том, что это действительно очень распространенная коллекция. Она реализована, наверное, на всех библиотеках, на всех платформах. Но это не единственная коллекция, которую мы будем рассматривать. Дело в том, что планируется несколько семинаров друг за дружкой. Соответственно, начнем мы со списков. Дальше будут, насколько я, если что-то могу перепутать, конечно. Но, в принципе, дальше планируется взять множество. Потом у нас будет еще рассмотрение хэш-таблиц. Я так думаю, что... Ага, отлично. Соответственно, следить там где-то на нашем сайте, на специалисте информация должна обновляться. Но периодичность этих семинаров, конечно, не очень у нас такая, скажем, частая. Но где-то эти семинары, они там дальше будут в расписании поставлены. Я думаю, следующий семинар будет все-таки после лета. И уже перед самым Новым годом будет у нас то, что связано будет с хэш-таблицей. Итак, давайте... Попытался нарисовать картинку, потому что это будет проще понять, проще разобраться. Обратите внимание. В списке, как коллекция была... Была эта коллекция создана, разработана, опробована в 956 году. Естественно, тысяча, да? Вот. Соответственно, ну практически, я обычно на занятиях там где-то рассказываю, что Форт Рам появился в 95-м году, да? Вы видите. Как только возникла необходимость работать с какими-то объемами данных, эти данные нужно было организовывать и как вариант родились связанные списки. Причем это было сделано не просто так абстрактно, да, теоретиками, а это было сделано небольшой командой, которая разрабатывала язык программирования, вы видите, да? И некий там APL, Information Processing Language. Связанный список. Само название говорит о том, что это за коллекция, как она выглядит в памяти. Ну, специально была здесь нарисована, чтобы вам было еще раз проще вспомнить, представить. И исходя уже из того, как она выглядит, как она, ну скажем так, в памяти устроена. А из этого и будут следовать особенности любой причем коллекции. Что у нас есть? У нас в обязательном порядке есть то, что называется некий коллекционный элемент, да? Вот когда, если разбирать мы будем код, а мы будем разбирать код, как же без кода, да, с этим смотреть, то вот это мы будем называть некий узел, по-английски, естественно, нот. В любом случае, узел должен в себе содержать полезную для нас нагрузку. Это те самые данные, даты, которые на этом слайде показаны. Что это из себя может представлять? А вот это как раз абсолютно не важно. Считайте, что чаще всего данные, это будет некий указатель на информацию, которая динамически выделяется. То есть, каждая дата, это нечто там по размеру может быть, так сказать, от простой переменной до какого-нибудь гигантского описания товара, сотрудника, чего угодно. Поэтому, в зависимости от языка, если будем брать язык, который основан на ссылках, то это будет, соответственно, называться ссылочным типом. Это раз. Второй обязательный элемент в каждом узле должен быть некий адрес следующего элемента. Как его назвать? Ссылка, указатель вперед, next и так далее. Но именно этот элемент и позволяет поддерживать связанный список как коллекцию. Еще есть такое название коллекции связанный список. Это линейная коллекция, вы видите, да, элемент, после него один вперед, у того элемента один вперед, и получается, по сути, да, действительно, вот каких-то разделений, раздвоений, расстроений, как это происходит в более сложных коллекциях, деревья, графы, здесь не происходит. Сложный этот элемент, next? Да нет. В общем-то, он такой же, как data. Это указатель на следующий элемент, ссылка на следующий элемент. По сути, они в зависимости от реализации, но с полем data могут быть практически одного размера. Могут быть какие-то разновидности? Да. На базе списков, дальше мы еще коротенько обсудим, но существует возможность создать массу других коллекций. Массу разновидностей самих списков. Хотите, можете сделать здесь в обратную сторону связь. Для этого, конечно, вы понимаете, что придется добавить еще один, сюда какой-нибудь элемент. Допустим, мы здесь сделаем два элемента. Один будет вперед, другой будет показывать, кто у нас сзади находится. Каждый элемент будет содержать информацию, кто спереди, кто сзади. Слышали, наверное, название такое классическое, двусвязный список. Меняет это что-то принципиально, если связь будет вперед-назад. Ну, прям, чтобы сказать, принципиально это будет некой палочкой-выручалочкой. В общем, нет, зависит от задач, которые вы решаете. Но, в целом, побольше возможностей у двусвязных списков. Побольше возможностей. Ну, хотя бы, понятно сразу, если у нас связь вот сейчас однонаправленная, то я могу идти с первого элемента. Вот у меня где-то хранится. Специальный переменный. Начало списка. Я могу идти с первой и по этим связям до последнего. Могу я сейчас, даже если знаю, где находится последний, идти в обратную сторону? Нет, конечно. А в двусвязном списке это возможно. Принципиально это? Не знаю. Зависит от задач. Если вам никогда не придется... Представьте себе, что вы список используете для получения данных, какой-то запрос в базу, получаете набор информации, а потом эти данные, которые вначале будут накапливаться в список, потом они будут вводиться на экран. Ну и что это принципиально? Что я не могу идти от последнего к первому? Нет, абсолютно. Вы выведите информацию, как вы получили с базы. Все выведите и все. Вы должны быть пройти по списку только в одну сторону. Поэтому, если нам не нужно, то, может быть, лучше и поэкономить память, и не создавать еще один третий элемент в каждом узле, который будет хранить указатель, ссылку в обратную сторону. Есть еще более интересные реализации списков. Например, можно попытаться зациклить его. Можно сделать так, что последний элемент будет указывать на первый. Ну, такой будет кольцевой связанный список. Существуют реализации, где список содержит некий буферный элемент до начала списка и после последнего элемента некий буфер. Естественно, вот тогда у нас будет с буфера сюда и с последнего элемента на буфер. Зачем это может понадобиться? Ну, в принципе, бывают такие алгоритмы, в которых удобно, чтобы, когда вам дали этот набор, эту коллекцию, чтобы вы уже знали про эту коллекцию, могли с ней начать работать, но уже пока еще не было у вас доступа к первому элементу. Чтобы вы сказали вначале «дай», или спросили «а есть следующий элемент?» Вот представьте, у меня, допустим, будет ситуация, когда связанным списком ноль элементов. Тогда мои вот эти переменные «head» и «tail» в начале и окончании списка, они будут нулевые. Нету ничего. Я скажу «дай», я получу ошибку в программе. Крайне может оказаться неудобным. А при наличии вот этих дополнительных полей, я поставлю, они будут существовать в памяти, я поставлю вот эти переменные на них, и ради бога скажу «есть элемент?» Мне ответят «нет». А если я скажу «дай», то так как ничего нету, но есть буферные поля, ошибки в программе не произойдет. Сколько людей, столько и может быть реализаций, связанного списка, в библиотеке может лежать связанный список. Он будет называться «связанный список». А какой он? Придется читать внимательно документацию. Может быть, тогда вы сможете из вот этого текста, если авторы не поскупились на слова, понять, что это там двусвязанный список, или там какой-нибудь наоборот с буферными полями и так далее. Но в целом можно еще догадаться по функционалу. Если вы попробуете, посмотрите и попытаетесь оценить как-то производительность, я думаю, где-то станет и из этих тестов понятно, как он устроен. Поэтому наша сегодня задача, естественно, не просто посмотреть на картинку. Все это можно прочитать в Википегии в любой. Наша задача посмотреть на него в коде, понять, как он устроен именно на уровне программного кода, и тогда все его особенности, связанные с списком, станут более очевидными. Вам тогда не надо будет, ну, скажем так, пытаться что-то запоминать специально, чтобы понимать, где какая коллекция полезна и удобна. Вы просто возьмете задачу, и для тех требований, которые будут сформулированы, станет очевидным. Та или другая коллекция будет здесь, ну, слово «идеально» неуместно. Идеально не бывает, скорее всего. Часть позиций в техническом задании может быть решена с помощью списка, другая часть может быть решена с помощью массива третья и так далее. Но каждая позиция, скорее всего, имеет решение, и это может быть одна из коллекций. Мы вначале посмотрим на плюсы и минусы. Здесь есть пара слайдов. Мы вначале посмотрим, а потом уже займемся связанным списком в виде кода, разберем код, посмотрим в глубину, что там происходит, и еще раз вернемся к этим плюсам и минусам. Тогда уже сможем, может быть, даже какие-то у вас будут вопросы, какие-то там, я не знаю, обсуждения вы зададите. Ну, насколько сейчас человек, чтобы мне было проще ориентироваться в группе, у нас здесь немного, а в вебинаре у меня там уже 33. Приличная аудитория. Хорошо. Что мы можем пока, вот вспоминая картинку на предыдущем слайде, сказать хорошего о связанном списке? Начнем по-доброму, с хорошего. Число элементов любое. Это динамическая коллекция. Число элементов может расти, может уменьшаться. И это не всегда так. У нас есть одна из самых распространенных коллекций, которая позволяет работать с данными. Она есть часть любого языка. Это, например, массив. Она не растет. Поэтому, конечно, это большой плюс. До какого предела может расти связанный список? Ограниченный это чем-нибудь? Конечно. Только объемом памяти. И сегодня, когда у нас 16-разрядная операционная система, где память пошла вперед, а с другой стороны у нас есть такое понятие, как файл подкачки, допустим, в операционной системе, в принципе, конечно, объемы могут быть на сегодняшний день очень большими. Я для эксперимента, конечно, эксперимент здесь проводить у нас времени нет, нам достаточно занудный вещь, но я уже какие-то числа в графичек поместил, покажу вам потом этот эксперимент. Я до миллиона элементов делал в списке. Ну, просто больше было. Какая разница, миллион или десять? Я до миллиона делал размер связанного списка. Никаких проблем на компьютере вообще не заметил. Это, скажем так, может быть, и не мало, но и не сумасшедший объем. Раз плюс. Следующий момент. Вот есть такой неприятный алгоритм для некоторых коллекций. Например, массивов. Я хочу удалить элементы. Ладно, если слева или справа края, а если посередине. В массиве элементы должны, по определению, как нам эту коллекцию представляют, они должны быть все расположены в памяти друг за другом. Если я пытаюсь из массива удалить элемент посередине, можно нарисовать такой простенький здесь массивчик. Вот у нас элементы массива расположены друг за другом. Если вы собираетесь удалить какой-то элемент, который расположен где-то посередине, например, вот этот, то вам придется эту часть оставшуюся сдвигать. А, соответственно, потом через три секунды понадобится поставить элемент посередине, вам придется опять часть сдвигать. Для чего? Чтобы освободить место под новый элемент. Это нормально. Можно двигать. Но если мы никуда не торопимся. Нет, мало ли, может быть, у вас задача написать медленно алгоритм. Я, как всегда говорю, для врагов пишем. Зачем им быстро? Напишем медленно. Может, люди никуда не торопятся. А, может, мы и не хотим, чтобы они торопились. Но, в целом, это будет медленно, по определению. А здесь, вот опять возвращаемся сюда, на эту картинку, к списку. Я хочу добавить элемент. И что? Надо мне что-то двигать. Представь мне в списке миллион элементов. Я хочу добавить посередине. Пару связей. Он размещается, и любой элемент, связанный с списком, в памяти, где угодно, где ему нашла место система динамического выделения. И на него связь, от него связь. Все. Он просто встраивается в нужное место. Если вы знаете, куда элемент добавлять, есть у вас какой-то номер, есть у вас какой-то, скажем так, подэлемент, куда надо добавлять, то это делается автоматически. Если не удалять, вот вопрос там есть такой, да. Нет, о том, все правильно. Если не удалять, то тогда действительно в массиве вариант только один. Заменить. Все правильно. Это используется. Посмотрите любой алгоритм сортировки обменом. Мы находим только пару, и их переставляем между собой местами. Это способ, позволяющий на, скажем так, массиве реализовать сортировку крайне эффективно, но без удаления, добавления элементов. Конечно. Но представьте, наша задача стоит добавить, 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 добавить. Поэтому реализовать эффективно при любом сценарии, да, при любом сценарии, это можно легко, причем, именно на коллекции связанных список. Тем более, как вот если мы всегда стараемся знать, где первый элемент, где последний элемент, добавление в начало и конце связанного списка вообще не является проблемой. Тот код, который мы будем смотреть, я выбрал вариант, мог выбрать любой, но я выбрал добавление элементов в конце. Есть элемент, к нему пристраивается, пристраивается, пристраивается список, растет. В конце концов, если я получаю данные откуда-то извне, допустим, из той же самой базы данных, то правильно, у меня элемент, когда добавляется в конце, у меня будет тот же порядок, который мне вернул база. Если я отсортировал, когда я просил сделать мне выборку, попросил отсортировать, то зачем я это буду портить? Я размещаю так, как они приходят. Это важный второй момент. И последний плюс, ну он такой немножко размыто-абстрактный, потому что, ну что значит основа для других коллекций? Ну, в принципе, пригодится это может. Вот захотите что-то реализовать нестандартное. На базе связанного списка это можно сделать много чего. Вот посмотрите, стандартные коллекции, какие-то очереди, стейки. А то, что я рассказывал, двусвязные, закольцованные и так далее. Опять же, все это связанные списки. Связанные списки в виде очередей стейков используются в операционных системах во всех везде. Поэтому крайне полезно, крайне полезно иметь такую возможность, да? Взять за основу и сделать что-то свое. Конечно, было бы замечательно, если бы когда-нибудь придумали коллекцию, которой только одни плюсы. Мы бы тогда все остальные выбросили, и были бы лишены проблемы выбора, да? Каждый раз бы не приходилось напрягаться. А вот у нас 250 коллекций, какую из них взять? Была бы одна, которая идеальна. Но, но, пока до этого не дошло человечество. У нас есть коллекция, у всех есть и плюсы, и минусы. Вот они, минусы. Кстати, их получилось что? Больше, чем 3 плюса и 4 минуса. Да, видите как. Опять же, минусы с чем связаны? С той самой картинкой, которая была на первом слайде. Ну, прям по порядку пойдем, как тут написано. Память дополнительную кушать связанный список. Это, вы скажете, ну это не проблема. Как, ну как сказать? В зависимости от того, что вы храните в каждом элементе связанного списка. Представьте себе, что связанный список хранит какие-то данные сотрудника, включая его фотографию, автобиографию, и там дальше, и так далее, и так далее. Сколько эти все данные занимают места в памяти? Прилично. Прилично. А указатель вперед-назад? Ну пусть по максимуму по 8 байт. Ну и что 16 байтов по сравнению со всей вот этой информацией сотрудники? Копейки. Но с другой стороны, если у меня какие-то гигантские объемы вычислений, я их храню в связанном списке, и допустим, я экономлю память по страшному, и храню целочисленные величины, которые мне измерение дает, а там точность невелика, я говорю, недостаточно целого числа, и беру 2 байта. И вперед-назад указатель 16. Ничего себе, да, перерасход памяти, вы понимаете? Поэтому, ну, там уже вопрос будет, это ребром стоять. Массив-то в этом смысле опять идеален, он же память-то лишнюю не кушает. 2 байта, 2 байта, 2 байта, и не лишний, так сказать, не бита, ничего не использовано. А здесь, поэтому 1 связный будет, конечно, в таких ситуациях предпочтительнее. Следующий минус. Конечно, не всегда каждый из минусов срабатывает, да, у вас может быть такая задача, где это и не проблема. Только последовательное чтение. Что это значит? Я говорю, я не могу сказать, дай мне 500 элементов, и я, если знаю даже, что их там тысячи, я хочу взять посередине элемент. Как? У вас есть начало, у вас есть последнее. Идите. Идите по связи. Но ведь это не всегда нужно. Я хочу вывести список на экран. Зачем мне 500? Ты выводи список. Как раз и будет то, что здесь написано. Только последовательное чтение. Прекрасно работает в связанном списке. Но оно только последовательное. В каких ситуациях нам может понадобиться вот как раз возможность обратиться к любому элементу? Сортировка. Поиск. Значит, мы пролетаем. Вот это, кстати, из второго минуса четвертый минус. Мы пролетаем со многими алгоритмами, если вы хотите сортировать списки. Подумайте. Несколько раз, прежде чем за это браться. И третий минус. Время доступа к отдельному элементу. Ну, это все из второго следствия. Хочу взять 500. Ты до него дойди. А если у вас миллион элементов, так вы будете идти к нему? Вы скажете, а если я знаю, где последний? Да, в моем случае вы все равно не сможете идти в обратную сторону. Поэтому даже к предпоследнему придется идти миллион итераций. О какой же тут скорости можно говорить? Никакой скорости нет. Поэтому приходится учитывать все, все плюсы и минусы. И только тогда мы можем сказать. Вот в этом конкретно. Причем даже не в задаче, не в предметной области. А у вас есть требование. Вот для этого требования, для решения этой задачки, маленькой, узкой, нормально это коллекция? Ответ тогда, скорее всего, может быть однозначен. Чтобы во все это глубже, да, как я уже сказал, въехать и понять, давайте мы сейчас напишем несколько строчек кода. Время у нас есть. Среда, в которой мы можем писать, есть. Так получилось, что я сейчас читаю Java. Ой, не тот запустил. Не, не, стоп, выключите. У нас тут несколько NetBeans. Так получилось, что сейчас я веду курсы по Java, поэтому, чтобы в голове у меня не было каши, мне проще будет тогда воспользоваться вот этой средой. Да, она уже у меня и запущена была на самом-то деле. Итак, мы создадим новый проект. Если кто захочет потом повторить какие-то, да, те примеры, которые здесь я буду разбирать, ну, у нас вроде бы запись где-то выкладывается, да, мы будем делать все не спеша, поэтому вы сможете потом все успеть посмотреть и сделать самостоятельно. Если кому-то захочется повторить сам язык программирования, вы знаете, куда обращаться. Итак, что я создал? Заготовку проекта. Обычный проект. Консольное приложение, в котором у нас происходит что? В данном случае мы видим немножко сгенерированного кода. Я чуть сделаю крупнее, потому что у нас есть в аудитории. Ну, у нас, слава богу, здесь далерки нету далекой. Ну, скажите, так нормально, видно, да? Отлично. Значит, у нас есть немножко здесь строк кода, но это просто-напросто заготовка. Вот в этой заготовке мы сейчас попробуем создать какой-нибудь связанный список и посмотрим, как он работает. Для удобства любой язык программирования имеет поддержку в виде платформы, гигантской библиотеки. Естественно, здесь есть все. Начинает связанный список и так далее. Но наша задача сегодня связанный список. Мы возьмем именно связанный список. Он должен называться LinkedIn List. Поэтому я пишу имя, соответственно, этой коллекции, LinkedIn List. Назову его список, лист. И для того, чтобы объектом можно было пользоваться, его нужно создать. Можно использовать Intel Sense, если все это позволено ускорить нам, скажем так, набор. Естественно, библиотека должна быть подключена. Это, в общем-то, несложно сделать в любом языке. Итак, все, коллекция есть. Что мы в эту коллекцию будем добавлять? Ну, понятно, что добавить сюда эту коллекцию... Давайте, во-первых, посмотрим, какой у нее функционал у этой коллекции. Сколько здесь разных возможностей было реализовано. Ну, вот посмотрите. Есть метод add, есть метод add last, есть add first. Вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть, в принципе, понятно, что авторы, которые пишут серьезные библиотеки, стараются сделать все, что только может пригодиться. Мы будем пытаться свою реализовать коллекцию. Конечно, сделаем проще. Я воспользуюсь только вариантом get last. Ну, как вы помните, буду добавлять в конце. Вот элемент добавляется к списку с конца. Кстати, кто добавляется? Ну, сейчас мы что-нибудь здесь в скобочках напишем хорошее. Я подумал, что есть вот у нас числа, которые в виде строки мы можем задать. Ну, почему бы их не использовать? Сейчас я наберу парочку, а потом мы копипастом займемся все-таки. Ну, до скольких будем числа набирать? До пяти или до десяти? Шутка, разницы нет. Так, скопирую я эту строчку, пусть будет пять. Это будет три, четыре, пять сделано. Так, add. И последнее, пятое. Нормально. Сложно это? Вообще элементарно. Могу я обратиться к любому элементу? К первому, например, к последнему. Да, легко. А к среднему тоже могу. Смотрите, в коллекциях такой функционал есть. Я могу написать list, там есть get, вот он, и номер элементов, видите, да, по номеру. Скажу, дай мне нулевой. Нулевой. Ну, и я буду просить, и тут же его буду печатать. Есть возможность, естественно, вывода на экран. Программ, ничего нового, я думаю, не printf, и print здесь похоже, если кто знает, cc++, есть printf, да, println, pascal, как она называется, writeline, все одинаково. Все это выводит на экран. Так, если сейчас запустить программу, посмотри, что у нас здесь есть. О, она пишет, видите, пишет one. О чем это говорит? Что похоже, что они с нуля считают, да? Есть такое подозрение, что они с нуля считают. А если я попробую взять какой-нибудь элемент, например, отрицательный, а что там, почему бы и не попробовать? Она говорит, нет отрицательного. Видите, нет отрицательного. Она говорит, их пять, смотри, будь аккуратен, пять. Ну, я без нее знаю, что пять, я сам пять добавлял. Но, значит, если она с нуля считает и пятого, нет? Все правильно, от нуля до четырех. Понимаю авторов, неудобно, но авторов понимаю, потому что массивы также считаются, чтобы путаницы не было, да, в головах. Это так считается, это сяк считается. Третий. 0, 1, 2, 3. Четверка должна быть, да? О, в смысле, если я беру третий, то должно быть распечатано четыре. Конечно, по одному элементу функционал получать это интересно, но и чаще всего хочется получить все, все элементы, да, распечатать, полный список, но для этого закомментировать строчку, это так. Хотя, почему, пусть будет. Я тогда после этой строчки просто сделаю переход на новый строк, чтобы нам было понятно, это одна печать, это другая печать. И, соответственно, сейчас мы сделаем с вами печать всего связанного списка. Для того, чтобы весь связанный список можно было распечатать, у нас есть что? У нас есть, чаще всего в языках современных, специальный цикл, так называемый, для коллекции. Он сам, он умный, он пройдет по всем элементам. Главное, что он не выйдет за границу, вот как я это мог случайно сказать, дай мне минус 15 элемент, нету 15. А он все знает, он знает, сколько, он пройдет по всему. Вы скажете, какой же умный, и как это такое бывает? Но это понятно, что авторы самого связанного списка должны были какой-то функционал туда сложить, которым этот замечательный цикл пользуется. Тип элементов коллекции здесь не особо для нас важен, но, в общем, это суперкласс для всех классов Java. Итак, я беру лист, смотрите, вот сейчас я получу возможность увидеть все элементы в коллекции. Ну, а уж после этого мы с вами попробуем сделать что-то свое. Один, два, три, четыре, все на месте. Естественно, они в том же порядке, как я их добавлял. Много можно понять, глядя на эту коллекцию, с того, как она устроена и что она делает. Я считаю, что ничего. Нет, если вам повезет, и вы найдете исходники LinkedIn List, ладно, что я рассказываю, повезет. Как раз в прошлый свой семинар я рассказывал про декомпиляцию Java кода в том числе. Да это элементарно делается. Зайдите на сайт, декомпиляторы Java, выберите декомпилятор, который, допустим, для последней версии Java SE8. Возьмите ихний байт-код для LinkedIn List, его спокойно можно скачать, он лежит в библиотеке у вас на жестком диске. Декомпилируйте его, будет перед вами весь исходник на Java. Простыня, я думаю, будет, но разобраться-то, если у вас есть желание, вы сможете. А мы поступим проще. Нам не нужна простыня. Мы напишем свой класс, связанный с списком. Вот это. Вот с таким наполнением. Элементы. Должны помнить, где находится головной элемент, где находится последний элемент, в списке будет дата и next следующий. Вот такой односвязанный список мы сделаем. И тогда мы будем точно знать, как это устроено и работает. Какой мы положим в эту коллекцию функционал. А такой же, как вот здесь перед вами. Нам нужно, чтобы была возможность добавлять в конце. Нам нужно, чтобы был get и дай мне элемент с тем номером, который я хочу. Ну и неплохо бы, чтобы работало и вот это. Ну и же удобно. С чего мы должны быть хуже, чем то, что в коллекциях. Все. Значит, наша задача написать свой собственный список. Наш список будет называться как-нибудь попроще. MyList, например. LList. Не знаю. Я без разницы. Линки. На My заменю MyList. О, сказка. Ну, понятно, что сейчас MyList нет. Да, когда я создаю MyList, я, конечно же, здесь должен тоже писать MyList. Это понятно. Вот. Вот так уже будет лучше. Ну и все. Класс. MyList. Мы пишем. Для этого мы добавляем сюда проект новый класс. Название мы ему уже придумали. Это важно. По-моему, это один из часто очень сложных моментов. Практически иногда самых сложных. И здесь мы, вот в этой заготовочке пока пустой, в классе MyList и должны все написать. Первое, что нам нужно. Вот я не буду все время переключаться на слайд. У вас может быть слайд там где-то, если вы сделаете поменьше, второй экран есть и так далее. Вы можете это все для себя аккуратно сделать. Но нам, конечно, нужно вот это понятие ноды, узел. Связанный список состоит ноды, 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 ноды. И, конечно, в объектно-ориентированном программировании этот нод, это, по сути, тоже класс, объект класса. Поэтому мы должны создать еще один класс, который и будет в себе вот это понятие ноды для нас описывать. Это называется так, как это принято. Ноды, узел. И реализация этого класса исключительно простая. А именно, ну вы видели на картинке, data is and next. Data и next это ссылки. Data будет иметь тип object, универсальный для Java и не только. Это значит, мы можем хранить в этой ссылке все, что хотим. А next, next, это будет у нас ссылка на что? Ссылка на следующий элемент. А он кто? Ноды. Вот. Все сделано. И, конечно же, когда мы будем создавать этот ноды, нам нужно, чтобы, когда он, этот, будет объект создаваться, он данный должен запоминать. Правильно? Мы ему потом сами скажем, кто туда вперед, кто next, когда появится следующий элемент. А вот данный он должен запомнить сразу. Поэтому нам нужен для этого класса конструктор с параметром, который получает на вход object. Ищет. Вот как. Но данные, да, это данные. Object data. Которые мы используем для того, чтобы инициализировать нашу переменную член класса. Че я пишу? Че-то сегодня буквы не нажимаются правильные. Так, хорошо. Задумался, наверное, о чем-то. Точка с запятой. Все. Больше ничего не нужно. Это узел. Вот его реализация. Это никак не влияет ни на производительность, ни на что. Разные лишние слова, типа privat, я писать не буду. Это для нас сейчас не так важный принципиально. Итак, сам связанный список. Он должен в себе содержать, помните, head, tail. Вы должны знать, где первый элемент, где последний. Он должен знать, где первый, где последний. Мы ему скажем, давай в конце. Он должен знать, где последний. И, естественно, элементы, которые у него находятся, они должны быть скрыты от всех, потому что это не надо. Потом кто-нибудь сломает вашу коллекцию. Поэтому мы их скрываем. Для этого я здесь пишу privat. В том классе, где он сам privat, поэтому припрятать его, в общем-то, от себя, наверное, смысла не имеет большого. Хотя стиль программирования нарушать тоже не очень-то хорошо. Ноды head это мы сделали. И tail, второе поле, это у нас будет элемент вперед. Ну и, конечно, нам нужно знать, сколько в списке элементов. Иначе нам будет крайне неудобно работать. Да, кстати, я не показал. Вот здесь можно было написать. Но здесь в списке прям есть такой метод. Это, в смысле, size. Можно было бы попросить. И наш функционал будет точно такой же, как у стандартного. Если мы сделаем переменную с числом элементов. Ну пусть она называется size, очень красиво. И, соответственно, нам теперь нужно написать несколько методов. Я их все обозначу сейчас быстренько с помощью заглушек таких. Потом мы их потихонечку реализуем. Но количество заглушек, по крайней мере, нам сразу подскажет, что нам надо реализовать. Size нужно иметь возможность определять. Дальше. Как он там назывался? Add last. Обязательно нужен. Иначе мы не сможем наращивать. Что он будет при добавлении делать? Да, он там поменяет tail, поменяет size, поменяет еще что-то. Но нам вернуть, в общем-то, допустим, в нашей реализации мы не будем ничего возвращать. Add last. Так, все добавляется элемент в конце. Пока параметры, все мы это не обсуждаем. Еще нам нужно get. Да, третий обязательно. Public. Мы будем из get получать данные, поэтому object у нас тип для того, что мы там храним. Get. Ну, get можно сразу написать. Здесь даже думать не надо. Я имею в виду, написать сразу входные параметры. Int. Мы ему должны номер дать. Я говорю, давай. Вот it элемент. Все. Пока вот такой функционал мы реализуем. И это будет уже связанный список. Size. Самый простейший вариант. Это мы возвращаем число элементов. То есть, у нас это переменный size. Все реализовано. Все реализовано. Ну и, наверное, надо, как они написаны, в том порядке и реализовывать. Добавляем элемент в конце. Что? Как это? Да, очень просто. Во-первых, должны дать сюда. Ведь, посмотрите, как мы используем список. Да? Я говорю, вот тебе данные добавь. Я не знаю, как у него называется узел. Да? Ноды или как-то иначе. Я ему говорю, вот тебе данные. Устрою их в связанный список. Он сам создаст ноду. Он его присоединит к списку и так далее. Поэтому мы на вход передаем просто данные. Поэтому здесь будет object в качестве параметра. Ну, пусть имя ссылки object. И уже вот здесь мы должны реализовать добавление элемента. Как правильно его реализовать, добавление? Ну, первое, что мы должны сделать, это упаковать данные в ноды. Только мы знаем, только мы можем пользоваться этим типом. Он у нас, по сути, здесь лично в личном использовании. Так что я создаю объект этого вспомогательного класса ноды, который, смотрите, сразу и принимает те данные, которые сюда мы хотим в этот список добавить. Вот оно, да? Опш. Что он и хочет от меня? А, это она. Intel Sense, он иногда торопится. Видите, я сейчас нажал сохранить, да, и ошибка пропала. Иногда Intel Sense пытается, понимаете, руководить, когда он еще не видит строчек вперед. Это нормально. Итак, значит, что мы сделали? Просто создали ноды. Вот он теперь в памяти, где-то, где ему нашлось место. Его теперь надо к списку добавить. Но там есть вариант. Там есть два варианта, как можно добавлять. Даже добавление в конце списка два варианта. Почему? Списка может не быть. У нас нету буферных элементов. У нас, представьте, он первый появился. Значит, и Head, и Tail, они пустые. У нас ничего нет. Его нельзя добавить к списку. Его нету в списке. Поэтому эту ситуацию, скажем так, которая происходит при каждом первом добавлении список, мы должны отдельно обработать. Если, допустим, Head или Tail, неважно, они сейчас оба равны нулю. Нол есть такое специальное значение для ссылочного типа. Если ноль, то появляется первый элемент. А что значит появляется первый элемент? Два наших, вот эту картинку, да? Вот если представить, что он один, у нас, соответственно, и этот, и этот должны быть на него установлены. Этого ничего пока нет. Все. Вот он один. И Head, и Tail это он. Он единственный. Где тут у нас Head равно Tail равно Node. Все. Вот мы его добавили. Это особый случай. А не особый случай, когда уже что-то есть. Ну, отлично, Else и туда все напишем. Сколько там, несколько команд внутри Else. Но после того, как мы Else реализуем, надо не забыть сделать простую вещь. Мы должны увеличить число элементов. Ну, хотели же размер, ради бога. Итак, теперь добавление элемента к существующему списку. Вот представьте себе в голове, да? У нас есть список, у нас есть на последний элемент Tail, а тут появился новый. На него ссылочка ноды. Что мы должны сделать? А мы должны тому, который сейчас последний, а это Tail, точка, Next, сказать. А теперь есть следующий. Вот он, ноды. Подключили его. Но если мы Tail не переставим, то следующее добавление может сломать все, что мы с вами с таким трудом сделали. Поэтому Tail мы переставляем на последний элемент, который только что новый появился. Элементарно. Обратите внимание. Вот когда мы говорим про связанный список и говорим, что алгоритм добавления простой, вот это имеется в виду. Вот он, простой. Все равно придется выделять память под данные. Это в любом алгоритме для любой коллекции. Вот эта строчка у всех, она будет. Она не может где-то быть плюсом, где-то минусом. Она у всех одинаковая. А дальше вы видите добавление, по сути, это две операции. Если вы еще поддерживаете число элементов, три банальных операции. Причем здесь объемы данных, с которыми мы работаем, это целое число, указатель, указатель. А это тоже целое число. Три целых числа. Не о чем говорить. Производительность максимальная. Так. Так вроде сделали. Да. И остается более сложная, конечно, позиция. Это дай мне элемент. И я номер его указываю. Здесь по-разному можно реализовывать. Вот я, например, скажем так, реализацию. Могу разную сделать совершенно по-разному. Но мне почему-то хочется соединиться. Я хочу считать, чтобы первый элемент был первый. Второй – второй. А то приходится все время оговариваться. Мы обращаемся к третьему элементу, который на самом деле четвертый. Просто у него номер три. Это полчаса надо говорить лишнее, чтобы всем было понятно. Нормально. Первый – один. Тем более, это моя реализация. Что хочу, то и делаю. Итак, что нам первое понадобится в этом алгоритме. Мы должны будем вернуть, видите, да, вернуть что-то. Чтобы что-то вернуть, нужно определить, из какого узла. Поэтому я сейчас просто объявлю ссылочку ноды. Называть будем ее ноды. Слава богу, наш язык регистрозависимый. Могу играть регистром в Java. И вот уже в конце, где-нибудь там в конце, где компилятор уже просто, понимаете, утомил меня своим, да, ретором. Я этот ноды должен буду вернуть. Но не сам, конечно, ноды. По-хорошему, было бы надо вернуть из него данные, вот в которой там дата. Он же их ожидает, клиент. Вот так же он ожидает. Единственное, так сделать не получится, если нода так и останется равным нулю. Потому что, если я скажу, да, им не 500 элементов, а их там всего 10, понятно, что я не найду его и даже искать не буду. И вот это вот будет ошибка. Поэтому мы здесь чуть-чуть усложним проверку. Мы сделаем операцию условий, спросим, а есть вообще этот элемент, который ноды, да? Вот вообще ты его нашел. Если нода не равен нулю, значит нашел кто-то чего-то. Если не ноль, то тогда мы и вернем дату. Нода точка даст. Ну а если уж не удалось найти, поставлю здесь двоеточие, это у нас по сути получается else. Так чуть-чуть раздвину, чтобы оно легче читалось. Ну тогда нет ничего, значит нет. Сюда нет и сюда нет. С другой стороны, можно было ошибку вернуть. Вот, кстати, ихний список возвращал ошибку. Мы говорим, дай 500, а его нет. Помните, была ошибка. Мой скажет, вернет ноль. Ну, нет. Ну, опять вопрос стиля и вкус. Хорошо. Это пока всего лишь навсего первая последняя строчка. Что посередине? Я могу проверить то, что мне попросили. А что меня попросили? Номер дали. У меня с единицы считается, поэтому если ихний номер окажется больше нуля или окажется ихний номер меньше или равен size, значит хороший номер. Этот элемент существует и я его буду искать. Я буду его искать. А во всех остальных случаях ретон сразу, что нул верну и все. Так, теперь давайте этим поиском займемся. Здесь тоже есть пара частных случаев, потому что получается, ну согласитесь, будет странно, если вам скажут, дай мне последний элемент, у вас на него есть стейл, да, а вы пойдете туда и миллионы итераций сделаете. Ну, как-то это не солидно, что ли. Поэтому мы можем проверить, что если окажется, что это первый элемент или если это последний элемент, ну мы можем сразу дать результат и все. Значит, если окажется, что и это первый, не вопрос, я сразу говорю, все понятно. Вот он твой нода, это т, это хед. Такой частный случай. else, вложенный флс, естественно, если окажется, что это последний элемент, если равно сайс, все понятно. Значит, твой нода, вот он, это будет равно тейл. Да, бесспорно это так. И, конечно же, ну я так не знаю, я люблю сдвигать немножко эти вложенные флс. И последний вот вариант, это тоже будет небольшой блок кода, где мы любой из середины будем пытаться найти и достать. А как это сделать? А идти придется. А вот это и есть то, что на данном слайде, на каком, минусы, написано только последовательное чтение. Вот сейчас сами мы, как авторы этой коллекции, увидим этот недостаток в том, что нам, мы не можем взять 20 элемент, никакой не можем взять, кроме первого и последнего, а нам придется брести туда. Значит, нужен цикл, нужно текущий элемент, нужно много чего нужно. Ну, текущий элемент, вот у нас есть ноды, ссылочку я могу ее для начала инициализировать чем? Ну, конечно, первым элементом и пойдем. Нода равно head. И потом будет цикл, который будет идти, идти, идти и идти. Разумно цикл какой-нибудь взять классический для массивов, который for each и так далее. Очень удобный, позволяет задать счетчик, позволяет задать все, что нужно. Нам надо идти, итерации уже первые мы сделали, мы уже стоим на первом элементе, поэтому мы пойдем дальше. Чтобы не выйти за границу, у нас будет g от 2, g у нас будет меньше, либо равно i. Нам же до i просили дойти. Ну и, естественно, на каждой итерации мы с вами g увеличиваем. Так, g плюс плюс. Можно было внутрь поставить, но я не буду этим заниматься, сделаю в отдельном операторе ноды следующий элемент. Ноды равно и беру next ссылочку. Вот на каждой итерации этого цикла я ссылочку переуставляю на next, на next, на next. Сколько раз? Столько, сколько мне и дали. Смотрите, что получается. Какое будет время доступ к элементу? Если он сотый, ну, допустим, будем считать в каких-то единицах. К первому доступ равен одному, к сотому 100, к тысячному будет 1000. Линейный рост. У нас получается линейный рост времени доступа к элементу. А в массиве какой? А какой в массиве время доступа к элементу? Константы. В массиве это не зависит от числа элементов. К любому элементу время обращения, время доступа одинаковые. Допустим, единицы. К любому. Хоть первый, хоть миллионный, хоть какой попал. А здесь линейный рост времени доступа. Вот он, прямо перед нами. Так, что еще мы должны были сделать? Так, вроде все. Осталось сохранить. Все ошибки здесь пропали. Их не должно было быть. Возвращаемся сюда. Часть ошибок пропала. Это пока мы не реализовали. Поэтому закомментируем. Вот, смотрите. Создал объект, добавил элементы, попросил третий. Ну, только мой третий это 1, 2, 3. Это теперь будет нормально. Не как там было 4, а будет нормально 3. Понятно, да? Работает. Обратите внимание. Я могу поменять здесь линкит лист, линкит лист и будет работать. Поменял май лист, май лист и будет работать. В принципе, удобно. Зачем мне делать другие имена, путать своих коллег, если они работают с коллекциями. Я им дам коллекцию, скажу, это новая коллекция, улучшенная. И они все свои знания, какие были, смогут непосредственно использовать. Конечно, вот это вот неприятно, что не работает, ну, как-то вот обидно, да? Я хотел бы посмотреть все, что там лежит. И вот, видите, компилятор говорит, что-то не хватает. А что он говорит, не хватает? Он говорит, о, и трейбл нету. Я говорю, о, и трейбл нету. Так сделаем. Что у нас со временем? У нас еще есть время. Почему бы нам не сделать трейбл? Что это такое трейбл? Это единственное требование, которое существует для того, чтобы у вас работал цикл для коллекции. Любая коллекция должна реализовывать этот служебный интерфейс. Так реализуем. Я не думаю, что там очень много в этом интерфейсе методов. Как там было? И, Т, Р, А, вот он, и трейбл. Трейбл. Замечательно. Ну, я, конечно, пока его не реализовал, я пока только написал его название. Но, видите, среда уже рвется, она кричит, ты его не реализуешь, хочешь, тебе помогу. Да, конечно, помоги. Реализуй мне все абстрактные методы. Среда сейчас прочитает, посмотрит, какие там есть, и что нужно реализовать, чтобы это заработало. Генерация кода может быть разной. Иногда пишут в конце код. Иногда, вот как сейчас мы видим, в начале добавили код. Это не принципиально для классов Java. Вы можете где угодно размещать новый функционал. Но тут сверху смотрится неплохо. Что нам сгенерировали? Некий волшебный метод итератор. Кстати, вот интересно. А, да, в нем внутри заглушка, ее надо убирать, потому что это не рабочая версия, а так специально сгенерированная, чтобы вы не начали случайно в проекте пользоваться, да, еще, не дай бог, промышленных масштабов. Вот если сейчас, да, здесь реторна нет, хорошо, ну давайте какую-нибудь заглушку сделаем, все-таки реторн, там напишем, ну, чтобы этот код был без ошибок. А теперь я сохраню и смотрю здесь, видите, пропала ошибка. Как только я стал итерейбл, пожалуйста, она говорит, нормально. Ну, понятно, что раз мы не реализовали, работать не будет, но этот код-то уже с точки зрения компилятора корректный. Осталось только реализовать. Что такое? Это метод. Что он возвращает? Какой-то итератор. Кто такой итератор? Это тоже специальный объект должен быть возвращен. Именно этот специальный объект, он должен обладать функционалом примерно таким. У него можно спросить, там есть еще элементы? Он скажет, да. Тогда мы скажем, да, инил. И он передвинет маркер текущей позиции на следующий элемент. Учтите, вот этот итератор, он не должен каждый раз идти от начала до нужного вам элемента, да. Он будет идти по элементам последовательно. Он должен проходить эффективно всю коллекцию. И он должен быть реализован, вот как здесь написано, последовательное чтение. Естественно, если мы сделаем через GET, который мы сами написали, да, мы, ну, как бы это скажем, крайне сделаем неэффективно последовательное чтение, потому что цикл для коллекции пройдет по всем распечатать, а у вас там окажется реализация неправильная. Поэтому здесь должен быть именно последовательный вариант чтения. Вот, сейчас мы его и реализуем. Хотя мы уже его реализовывали. Вот же мы шли по элементам, да, вперед, 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 последовательный вариант. Но здесь чуть по-другому. Итератор. Откуда мы возьмем итератор? Это кто-то должен написать класс, который реализует еще один интерфейс. Итератор. Ну, кто это будет, если это наша коллекция? Ну, это мы будем. Ставим интерфейс, симплемент, еще один интерфейс, набираем итератор. Ну, еще придется один интерфейс реализовать. Ну, раз взялись уж за это, давайте все реализуем, какие там есть. И теперь очень красиво выглядит первый метод. Я должен, мне говорят, дай итератор. Я говорю, на, это я. Я сам. И еще итератор. Не, можно было какой-то отдельный класс сделать. Ну, зачем? Я и итератор. Правда, придется реализовать еще один интерфейс. Это мы так красиво выкрутились, но здесь придется нажать на лампочку, реализовать методы. Ну, еще добавили много. Раз, два. Заглушки мы удаляем. О, как красиво. Давайте вот эти слова удалим. Это, ладно, оставим. Так, видно хотя бы, да, у нас три метода нужно сделать, чтобы работал цикл для коллекции. Ну, не такая уж невыполнимая задача-то. Единственное, что здесь надо помнить. Мы должны, вот чтобы он шел последовательно, мы должны иметь текущую позицию. Поэтому надо объявить, для того, чтобы вот этот итератор работал, еще один элемент, член класса, текущий узел. Node, это будет Node, ну, пусть будет Current, текущий. Current, Node. Вот, текущий элемент. А теперь смотрите. Когда нам скажут, дай итератор, это значит, кто-то хочет пройти по всему списку с первого до последнего. Не с первого до середины, не с середины, а всегда с первого по последний. Поэтому мы здесь должны вот этот текущий элемент, ну, задать ему что-нибудь там, естественно, что? Ну, первый на хэд должны его установить. То есть мы вот начинаем сами в этом итераторе инициализацию первым элементом. И дальше говорим, все, вот, получи меня и поехали. И кто-то скажет, еще раз дай итератор, и мы опять сначала поехали. Нет, он может до конца не дойти, если ему надоело. Да, он дошел до сотов, сказал, хватит. И может снова пойти сначала. И снова будет с первого элемента двигаться. Это раз. Итератор. Мы сделали метод. Теперь надо реализовать сам доступ к последователям. Наверное, простейший из них есть это next. Как его реализовать next? Мы должны с вами переключить узел, вот у нас есть текущий, на следующий. Перевести его вперед. Но при этом не забывайте, что мы должны, ведь как оно должно работать, да? У нас же ведь здесь возвращается, видите, object. Мы данные должны возвращать. И поэтому я должен вначале запомнить текущий узел, или данные можно запомнить из текущего узла. Не суть важна. Важно, что я должен, вот у меня сейчас какой-то узел, и мне говорят, дай мне данные. Вот next делает на самом деле две вещи. Он возвращает данные и переводит текущую позицию вперед. Возвращает и переводит текущую позицию вперед. Но возвращает из того, что сейчас, а потом переводит. Поэтому мне нужно запомнить, что сейчас, потому что если я переведу, я туда добраться уже не смогу. Для этого и придется создать здесь нода вспомогательный, где запомню, где он у меня current был. А теперь все просто. Я его сдвигаю вперед. Он же еще и next должен сделать шаг вперед. Значит, я говорю current нода. Чему он должен быть равен? Чему он должен быть равен? Ну, то, что у меня есть, и шаг вперед. Я беру current нода и next, который в нем следующий элемент. Вот я переключаюсь вперед. Код точно такой же, как мы писали. Вот здесь вот чуть-чуть ниже. Вот он, пожалуйста. Вот он. Нода, нода next. А здесь просто current нода. Current нода next. Переключил вперед. И вернуть надо данные. А данные возвращаем те, которые были до перехода вперед. Поэтому return. И здесь вот эта нода. Точка дата. И надо ограничить. Если не ограничить, так и пойдем. Потом упремся в нул. Попробуем написать нул точка дата, и все рухнет. Поэтому has next, он и служит для того, чтобы задать ограничение. Если тот, кто будет пользоваться, да, он должен спрашивать. Есть еще. Это в принципе has next. Должны быть условиям цикла. Если has next говорит, да, надо вызвать next. А если has next говорит, нету ничего, все, приехали. Последний элемент был пройден. А впереди нул. И твой current сейчас нул. Поэтому проверка, что есть там что-то спереди, или чего-то там уже все закончилось, это только одна. Current ноды равно нул. Это значит, мы прошли последний элемент. А возвращать должны буллер. Я поэтому проверяю, чему равен current ноды. Если он оказывается, ну тут проще отобратно, не равен нул. Это тогда я возвращаю нормальное. Я говорю, о, это true, да, там еще можно идти и идти. В противном случае я говорю false, все, последний элемент был пройден, ничего больше нет. Вот смотрите, все, что нужно написать, да, ну вот эти три метода, чтобы мы могли реализовать. А может оно не работает. F6. 1, 2, 3, 4, 5. Оно работает. Цикл, пожалуйста, для коллекции работает. Все, что для него нужно, сделано. Вот мы полностью заменили, который был мой лист, на свой. Вот мы всю видим функциональность. Вот она, быстрая часть. Последовательный проход. Вот она, медленная часть. Где мы должны идти в цикле до нужного нам элемента. Теперь сравним. Теперь посмотрим сравнение. Сравнение сделано как готовый проект. Вот здесь, ну, собственно говоря, там ничего такого нет, чтобы готовый проект. Там кода-то никакого нет. Дело в том, что я написал некий вспомогательный файл, который здесь мы сейчас не будем, естественно, его с вами делать, разбирать. Но я обращался последовательно к элементам списка с разными номерами, вызывая GET. И с помощью, у нас же есть секундомер, этот самый системное время, да. Там есть этот самый nano-time. Я брал с помощью nano-time и смотрел, сколько времени уходит на обращение к элементу. Естественно, код был написан достаточно, ну, скажем так, непросто. Там надо было, допустим, сделать несколько в начале обращений, чтобы виртуальная машина разогрелась. Потом делается, я делал сотню обращений и делил на 100, чтобы взять среднее значение. То есть не все так просто и коротко. Но те данные, которые я получил, я их сюда добавил в график. Вот это данные для моего списка MyList. Вот это данные в график добавлены для LinkedIn List. А вот данные я взял для сравнения массив. Но не совсем массив. На базе массива реализован RList. Но он имеет, обратите внимание, вот последнее число. 165, везде одно и то же. Это что значит? Доступ к элементу не зависит от его номера. Правильно? Это непосредственный доступ. А вот и график. Так, здесь надо, наверное, сюда переключиться. F6. А вот они, графики. Вот по этим данным строятся графики. Вот смотрите, зеленый RList, он идет, он не зависит от числа элементов. Время доступа по вертикали время, а по горизонтали число элементов. Последний элемент был за миллион. Там миллион с копейками. Я брал до миллиона шел. Вот он, видите, до миллиона. Время одно и то же. Ну правильно? Массив. Доступ по номеру. А вот обратите внимание, LinkedIn List желтый. Вы видите, как он работает? До середины у него время доступа увеличивалось, а потом обратно пошло вниз. Почему? Двусторонний. Да, у него этот самый двусторонний список. У него есть элементы вперед-назад связи. А это что значит? Это значит, что они, когда вы говорите, дай мне элемент, смотрят, какой он лежит в половине, и выбирают наиболее короткий путь. Не скажу, что это оптимизация, но, по крайней мере, из этого графика однозначно видно, что связи там две. А вот это то, что мы сделали, MyList. Вот она линия. Помните, я говорил, время доступа к элементу линейно увеличивается с количеством. Прямая линия получилась? Ну да, с точностью там до каких-то погрешностей. Все-таки операционная система Windows – это операционная система нереального времени. Поэтому здесь какие-то... Но она практически прямая. Удивительно, что обращение, время доступа даже к миллионному элементу оказалось меньше, чем у них к 500-му. К 500-тысячному. Ну, не сильно меньше, но все-таки есть чуть-чуть меньше. Ну, а уж обращение к тому же номеру в два раза быстрее у нас происходит. Почему? Я думаю, что в профессиональной библиотеке вряд ли пишут так коротко. Понимаете, да? Там больше всяких проверок, там больше всяких полей, там больше всяких дополнительных элементов. Там может быть какие-то преобразования типов вспомогательной и так далее, и так далее. Наша реализация такая, как бы скажем, компакт. Самая минимальная, какая только возможная. Не строчки, лишние. Я, правда, специально не бился за каждый этот самый лишний оператор. Но все равно такая компакт-компакт версия. И вот, пожалуйста, это сказалось, вы видите, в нашем случае время доступа почти в два раза меньше, чем в LinkedIn. Покетлист в ихнем. Но, правда, надо тогда, наверное, все-таки делать двусторонний вариант, да? Потому что вы видите, что дальше у нас растет, а там у них как бы посередине пик, и оно потом уменьшается. Наверное, если вам приходится очень часто обращаться к элементам по отдельности, наверное, разумно делать две связи. Вначале, вперед и назад. Подвести итог мы можем последней табличкой, которая еще раз суммирует все, что у нас теперь получилось по спискам. Вот это то, что здесь написано, LinkedIn list, имеется в виду не библиотечный список, а просто абстрактный любой связанный список. Показан он в сравнении с массивом, который не меняет свой размер, и динамический массив, который может увеличиваться и уменьшаться. Обратите внимание, значит, вот эта оценка, вот эта буква тета, которую вы видите, она означает оценку времени. И если там написано единицы, это означает, что время не зависит от обращения или выполнения операций, не зависит от числа элементов. Если там стоит N, это линейный рост. Давайте смотреть, что мы сейчас делаем. Доступ к элементу в массивах единица, правильно, график уже закрыл, бог с ним, не зависит от числа элементов. К любому элементу время одинаково. А в списке растет по линейному закону. Еще раз запущу, пусть будет жалко, что ли. Вот время. Где время? Это не то запустилось. Надо открыть нужный файл. Вот этот. Вот линейный рост. Все правильно. Добавление и удаление элемента. В начало. Смотрите в списке, какая формула. Не зависит от числа элементов. А какая разница? Я знаю, где начало. Head у меня известный. Я беру, к нему добавляю. Мы в конце добавляли то же самое. Смотрите, добавление в конце. Вот наш вариант. Если знаем, где он, этот, последний элемент, то не зависит от числа элементов. Нет. Вот если мы не знаем, где, но это, конечно, неправильно. Это неразумно себя лишать такой возможности. Если не знаем, то придется туда прийти. Это плохо. Для производительности. Поэтому лучше знать. Это классика. А попробуйте в массив добавить. Тот, который не меняет свой размер, это вообще невозможно. Вот они. Все добавления и удаления здесь стоят невозможно. А вариант динамический массив, который растет, это сдвигать надо. Если я добавляю элемент, надо n элементов сдвигать. А добавляю, n надо сдвигать. Поэтому здесь зависит от числа элементов. Добавление и удаление в конце. Здесь вот немножко другая стоит величина. Это имеется в виду, что динамический массив, он создается с запасом. Там как бы есть место, еще не занятое. Мы сразу выделяем, мы знаем, что у нас в коллекции, допустим, будет 100 элементов. Но я говорю, ну давайте сделаем запас 25%. Сделаю 125 и согласитесь, что тогда элемент в конце может добавляться независимо ни от чего. Просто добавил, 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 добавил. Но это будет тета 1. Но теперь представьте, а закончились ваши 25 позиций. И что динамический массив должен сделать? Увеличиться. Должна быть выделена новая память. Допустим, там, не знаю, в два раза больше обычно берут. Туда надо перекопировать все старые данные. А это уже сколько времени потратить на это. И новый запас появится. Поэтому вот в этой формуле и написано. Время на увеличение. А затраты на увеличение их трудно оценить. Зависит от того, какой массив, какой он размер и так далее. Но это тоже присутствует. Никуда не денешься. Дополнительная память последняя. Добавление в середину списка. Ну, понятно. В середину списка у всех плохо. Массив вообще не может. Динамический массив все равно надо двигать. А у нас надо дойти туда. Поэтому здесь вот пока мы туда не придем, это будет время поиска. Добавить-то несложно в середину. Идти тяжело. Ну и последнее. Использование дополнительной памяти. В массиве нет. У нас, помните, в каждом элементе вперед-назад будет ссылка. Значит, линейная зависимость. Чем больше, тем больше вы кушаете. Ну и в динамическом массиве тоже получается такая же линейная зависимость. Почему? Ну, если вы делаете дополнительных n элементов, значит, n элементов. Вы же не на один элемент делаете дополнительный запас памяти. Чего-то каждый раз он вырастать должен. Это будет тогда рост очень постоянно происходить и крайне неэффективный алгоритм. Так что там запас будет на n элементов. Поэтому оценка получается, что дополнительная память это тоже линейная функция. Вот суммарный слайд. Но на мой взгляд, вот эти два попроще. И поприятнее. С точки зрения, для того, чтобы понять и запомнить. Плюсы и минусы. Ну что ж. В принципе, мы все, что хотели, посмотрели. Все, что хотели, разобрали, сделали. Оценку увидели. Даже, скажем так, проверили и сравнили с тем, что получается, допустим, вот в стандартной коллекции или в нашей коллекции. Из этого можно сделать вывод, что две связи, если вас память не волнует, то две связи все-таки красиво может выиграть. Если бы были две связи, представьте, у меня бы здесь вообще пошло бы опять в ноль, да? И получилось бы, ну, я не знаю, вообще шикарно бы получилось, на мой взгляд. Так это было бы прям в два раза быстрее, чем, допустим, в линкер-лист. А так оно где-то примерно в конце одинаково получается. Если какие-то есть вопросы, задавайте. И давайте, если что-то нужно, еще обсудим. Соответственно, если кто захочет подучить тот или иной язык программирования, я бы так сказал скромно, практически любой из тех, что у нас сегодня используется и получил распространение от C классического до классического объекта ориентированного Java до вебовских и языков а-ля мобильные устройства и так далее, все это, пожалуйста, обращайтесь к нам в центр, будем рады помочь. Ну что, вопросы есть? Если вопросов нет, то тогда всем спасибо за участие, спасибо за внимание и успехов в работе. Следующий семинар будет после лета, отпуск, отдых небольшой должен быть. И, соответственно, где-то там осенью должны быть семинары по этим самым, как я сказал, первый, скорее всего, будет все-таки множество, а потом хэш таблиц. Все, тогда всем, кто в вебинаре был, спасибо, запись выключаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!